МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Глеб Никитин принял участие в заседании Совета ПФО, посвященном воспитанию и обучению молодежи. В Нижегородской области стартовал осенний призыв в вооруженные силы Российской Федерации. В честь Международного дня музыки на ярмарочной площади выступили духовые оркестры со всей области. Подробности далее. Проблемы воспитания, обучения и занятости молодежи, действенность существующих мер поддержки – одна из центральных и важнейших тем обсуждений Совета Приволжского федерального округа. По мнению полпреда Игоря Комарова, особое внимание в субъектах необходимо уделить защите молодежи от негативного информационного и ценностного воздействия со стороны недружественных стран, а также выработки современных эффективных форм воспитательной работы. Основное информационное давление идет именно на молодежь. И нам, конечно, очень важно, чтобы молодежь понимала и поддерживала те изменения, которые происходят в нашей стране. И то направление, куда мы идем и движемся все вместе. На заседании Совета губернатора Нижегородской области Глеб Никитин рассказал коллегам об активном участии в профильных федеральных и окружных проектах и лидерстве региона по объему привлеченных средств в рамках первого сезона конкурса «Росмолодежь-гранты». В ближайшей перспективе за счет программы «Регион для молодых» будет реконструирован молодежный центр в Дзержинске. Субсидии превысит 170 миллионов рублей. Уже открыт Центр по подготовке к военной службе и патриотическому воспитанию «Авангард» запланировано создание аналогичных центров в Дзержинске и Арзамасе. Активно развивается Центр высота. Я слушал своих коллег, в том числе. Понятно, что нам есть чем поделиться, но и нам есть чему поучиться. Я реально там отметил несколько очень хороших инициатив, которые можно также трансформировать и на уровне региона. Ну и мы со своей стороны особо эффективные решения готовим. Я думаю, что в ближайшее время мы их озвучим, в том числе межрегиональное взаимодействие, которое коснется практически каждого подростка. Работа с молодежью – важнейшее направление работы для всех органов власти. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что от того, как будет сегодня выстроена работа с подрастающим поколением, зависит развитие не только Нижегородского региона, но и всей страны. Разговор был хороший, и звучало, и достаточно немало хороших, комплементарных слов в адрес Нижегородской области, о той хорошо построенной работе. И действительно, сегодня мы имеем достаточно слаженную инфраструктуру, молодежные политики, которые имеют и имущественные комплексы, и молодежные центры, строящиеся, развивающиеся. Мы имеем действительно все виды поддержки, и развиваются активно и молодежные организации, и новые молодежные движения. Подводя итоги заседания, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приводском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача Совета округа в том, чтобы реализация выработанных решений способствовала повышению эффективности работы с молодежью, устранению проблем, которые препятствуют достижению стратегических задач в этой сфере. Служба информации Кирилл Осенин. С 1 октября начался осенний призыв на срочную службу Вооруженные силы Российской Федерации. Призыв пройдет до 31 декабря 2023 года. К началу осеннего призыва в военном комиссариате Советского и Нижегородского районов города готовы. В очереди на медкомиссию мужчины от 18 до 27 лет. Всем им предстоит пройти медицинский осмотр. Комиссия работает в полном составе. Хирург, терапевт, невролог, стоматолог, психиатр и другие специалисты. Мы проводим сейчас медицинский осмотр в Центре военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Нижегородской области. Каждый призывник, прибывающий сюда, проходит с определенного специалиста, где у человека собирает его анамнез, есть ли какие-то жалобы на состояние здоровья, проводится его медицинский осмотр. Газательным пальцем одной руки, другой кончиком носа. Раз, два. Так, руки в стороны. Хорошо. Антон Харюшин всех врачей уже прошел. Годен и будет служить в президентском полку. Предложили президентский полк. По всем критериям прохожу, согласился. Гордость уже есть за себя. А так, посмотрим. Я иду в президентский полк. Для меня это большая честь, гордость. Не каждый может туда попасть. В этот призыв планируется отправить на срочную службу 2300 нижегородцев. В зависимости от того, как молодые люди пройдут медкомиссию. А вот неявка военно-комиссариат без уважительной причины влечет административную ответственность и штраф в размере до 30 тысяч рублей. В основном нами уже отобраны ребята в президентский полк, в преображенский, в семеновский полки, части морской пехоты, ВДВ, режимные части. Мы ожидаем, конечно, призыв ребят научной роты. Потому что уже граждане, подлежащие призыву, закончив высшее образование, должны определиться со службой. Я бы хотел отметить особо, что несмотря на то, что наряд на призыв немножко увеличен, это не связано с отправкой ребят в зону СВО. Призывники в зону СВО не направляются. Это очень важно понять всем родителям, самим ребятам, чтобы они понимали, что они не идут принимать части в зоне специальной военной операции. Всего в осеннюю призывную кампанию вооруженные силы нашей страны будет призвано 130 тысяч человек. Отправку призывников со сборных пунктов к месту прохождения воинской службы планируется начать с 16 октября. Срок службы прежний – 12 месяцев. Служба информации Ольга Дудукина, Илья Денисов. На ярмарочной площади самые музыкальные и талантливые ребята со всего региона – участники конкурса под звуки духового оркестра. Девочки ансамбля барабанщиц из Павлова виртуозно управляют барабанными палочками. А ребята из оркестра бис-бенд во время выступлений успевают еще пританцовывать под руководством Александра Пынько. Артем Плотников занимается музыкой девятый год. Конкурс уготовился по пять дней в неделю. Вместе с коллективом удавалось завоевать семь гран-при на различных музыкальных соревнованиях. Естественно, гора эмоций – это не сказать то, что какой-то новый опыт, но укрепление данного опыта, я бы его так сказал. Потому что многие говорят, что важен первый опыт, а я считаю, что важно то, что идет далее. На галоконцерте собрались три оркестра победителя и четыре коллектива участников в составе 200 человек. Сам конкурс в дистанционном формате. Комиссия оценивала видеозапись оркестров и отбирала лучших. Но изначально участники целых два года проходили учебные интенсивы в детском лагере. Не просто учились музыке, но и учились маршировать оркестры. Потому что одно дело быть оркестром, другое дело быть марширующим оркестром. Поэтому в рамках этой смены более 300 участников приняли участие в таких специальных летних интенсивах. От музыкальных бестселлеров, кажется, так сказать, уши разбегаются. Веселые такси, пусть всегда будет солнце и марш виват. А завершает голоконцерт выступление всех оркестров «Прощание славянки». Давайте послушаем вместе. Организаторы конкурса – региональный центр развития талантов «Его» и образовательный центр «Сириус». Обещают, что в следующем году конкурс станет уже всероссийским. Служба информации Юлия Чернова, Илья Денисов. В сегодняшних реалиях высококлассные IT-специалисты, что называется, на вес золота. Усиленная подготовка таких кадров идет по всей стране. Об этом говорят на конференции госкорпорации «Росатом» IT-кор 2023. Она проходит в Нижнем Новгороде на площадке Академии «Маяк». В течение двух дней эксперты госкорпорации, а также руководители крупнейших компаний России будут встречаться с молодыми специалистами, представителями вузов и студентами со всей страны. Вместе они обсудят современное состояние отечественной IT-отрасли и познакомятся с новейшими IT-проектами. Конференция, она проходит в Нижнем Новгороде уже второй год. Хорошая возможность для начинающих IT-специалистов попасть на стажировку в «Росатом» или получить предложение о работе. Основная цель этого мероприятия – еще раз напомнить о том, что «Росатом» сегодня является ведущей компанией для ребят, которые хотят построить свою IT-карьеру в области такого промышленного IT-крупнейшей корпорации в мире высокотехнологичной отрасли. Сейчас я вижу такую тенденцию, что IT-отрасль в нашем регионе растет. И с каждым годом становится все больше стажировок каких-то мероприятий, которые помогают молодым специалистам найти свой путь в IT-карьере. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»